Евангелие глазами авторов Неизвестные факты об известных историях Евангелия в его истинном историческом контексте. И тема нашего сегодняшнего размышления несколько провокационно. С плетью в храме. Теракт или чудо? Но, честно говоря, мы долго размышляли даже с нашей съемочной группой о том, как озаглавить эту тему. Но я скажу, почему она озаглавлена именно так. В свое время, несколько лет назад, мне пришлось прочитать книгу одного раввина, которой он обсуждал Иисуса и его жизнь. И, в частности, в этой книге он говорит о том, что Иисус, в общем-то, пришел в храм и совершил теракт. Ну что ж, давайте посмотрим внимательно над тем, что действительно произошло. Зачем Иисус делал то, что Он делал? И интересно, что эта история, она следует за историей о превращении воды в вино. Но, определенным образом, даже в Евангелии от Иоанна, она очерчивает его литературную структуру. Вы знаете, в то время, вы же понимаете, книги не писались, как сейчас, когда можно в конце книги открыть и посмотреть содержание. Поэтому нужно искать всегда определенную какую-то ритмику в той древней литературе. Если вы посмотрите Евангелие от Иоанна, то вы эту ритмику заметите. Она центрируется вокруг праздников храмовых. И вот у нас третья и вторая главы – это учения Иисуса, которые Он дает во время Пасхи Иудейской, во время Песоха. И вот здесь происходит чудо в Кане Галилейской, предваряет Песох. А дальше следующее событие – Иисус со Своими учениками идет в храм. И вот здесь нам сразу же автор, ну, как говорится, довольно резко, без всякого рассказа о том, что делал Иисус в Иерусалиме, рассказывает, что он нашел, что в храме продавали валов, овец, голубей, и сидели миновщики денег. И, конечно же, вот этот интересный текст, который говорит о теракте. Ну, честно говоря, я могу подсказать сегодня, как можно очень быстро очистить довольно большую площадь от присутствия людей. Знаете как? Ее Петросян подсказал однажды в своей одной сатирическом выступлении. Говорит, надо прийти с большим чемоданом на людное место и, закрыв глаза, начать отсчет от десяти до одного. Люди быстро покинут помещение. Но я себе не представляю, как можно взять плетку и пытаться выгнать людей. Ну, в любом случае, если вы это попробуете сделать сейчас, то прибежит полиция или служба безопасности, два, три, четыре человека вас скрутят. Иисус совершал это действие в довольно людном месте. И вот если мы посмотрим на то, где Иисус это делал, вот у нас изображение храма, который отстроил Ирод. И вот вы видите, он разделен на две половины. Вот эта половина – это как бы сам храм, вот святилище. Именно вот эта часть была отстроена Зарававелем к 515 году до нашей эры по возвращению иудеев из Вавилонского плена. Довольно скромный храм. Ну, Ирод расширил территорию. Он сделал вот такую огромную, как говорится, площадку. И вот это называлось двор язычников. Сюда приходили не евреи, не иудеи, чтобы понаблюдать за храмовым служением. Вот здесь, с этой галереи, они могли наблюдать за жертвоприношением. Ну, и тут, естественно, такое пустое место образовалось. И здесь был рынок. А вот здесь находилась крепость Антония, в которой, как говорится, властное око римского гарнизона. Поэтому, естественно, мы видим, что явно нечеловеческая сила понадобилась Иисусу для того, чтобы всю эту территорию очистить от торговцев. И вопрос возникает, что, собственно говоря, происходило в это время в храме. Потому что для меня лично аргумент раввина современного, ортодоксального. А ортодоксальный иудаизм считает себя правоприемниками фарисеев. И мы подробно на наших следующих лекциях, в частности, завтра, будем говорить о том, кто такие фарисеи. Так вот, для меня очень странным звучит аргумент потомков, правоприемников, фарисеев о том, что Иисус в храме делал нечто вредное. Я сейчас объясню, почему. Давайте посмотрим. Вот так сегодня выглядит храмовая гора. И на месте святилища возвышается известный всем сегодня монумент «Купол на скале». И если мы посмотрим, вот здесь, с этой стороны, как говорится, находится западная стена. Это стена плача, куда приходят молиться многие ортодоксальные иудеи. Здесь, как говорится, вот эти камни, и туда вниз еще тоннель идет. Это то, что осталось от стены, которая удерживала грунт храмовой горы, от расползания. И если мы посмотрим, то вот здесь мы увидим следы того, что было при разрушении. Эти огромные камни попадали. И вот это вот кусок лестничного пролета, который вел в галерею, находившуюся во дворе язычников. И вот если мы дальше посмотрим на эту гору, вот это мы смотрели с западной стороны, вот она здесь, туда, за, ее не видно, она за куполом на скале. А вот эта вот часть, где находится мечеть Алякса и вот эта стена, это южная стена. И вот что мы видим у южной стены, вот такой археологический парк. Мы видим вот такие вот резервуары с водой. Мы уже говорили на прошлой лекции о том, что это миквы. То есть всякий человек, который должен был прийти в храм, не мог прийти в храм, не омывшись. Ну вот это были общественные миквы. Ну и вы понимаете, не всякому человеку хотелось пользоваться и мыться в общественной микве, тем более в Иерусалиме, который постоянно страдает от недостатка питьевой воды, не говоря уже о технической воде. Вот. И поэтому вокруг храма процветал очень интересный бизнес, остатки которого мы можем сегодня наблюдать вот в таком интересном музее, который находится под жилым домом. То есть вы можете себе представить, вот этот жилой дом – это современный уровень улиц Иерусалима, а это вот глубина, на которой оно было, да? И вот сюда через эти ворота мы входим, и вы видите, тут, понимаете, коммуникации и все, как говорится, сваи, а вот здесь, видите, оказывается раскопана старая улица, которая ведет нас весьма, не смущайтесь, что это такие камни, и так они выглядят, но это весьма богатый микрорайон. Почему он богатый? Сейчас я попытаюсь вам показать. Здесь жили очень богатые люди. Вот если посмотреть внимательно на эту стеночку, то вы увидите на ней следы двух очень дорогих ремонтов. Сегодня в Москве популярен евроремонт, а то был риморемонт. Риморемонт первый – это здесь был мрамор облицом. Представьте себе, вы захотите облицовать сегодня вашу квартиру мрамором. Это уже за границами евроремонта. Потом хозяйке, по-видимому, не понравилось, и она решила сколупать этот мрамор, содрать его, и на место мрамора, вот видите остатки мрамора, сюда она положила мозаичку. Понимаете, вопрос, откуда такие деньги у людей? А вот так проживала священническая элита храма, которая была, в общем-то, саддукейская. Мы еще раз будем говорить о том, что на следующих лекциях мы обязательно поговорим о фарисеях и саддукеях, кто они были, но мы знаем из текста Евангелия, что они жили друг с другом, как кошка с собакой. И саддукейская элита, она жила только в Иерусалиме, и они были очень богатыми. Почему? Потому что это были родственники священников. Откуда они деньги брали? А вот отсюда. Это частная миква. Не хочешь мыться в общественной? Плати, и будут личные комфортные условия. Это первый источник доходов. Второй источник доходов. Он заключается вот в чем. Дело в том, что вы видели на картинке храм. Так он выглядит безобидно, но я вам хочу сказать, что это очень недешевое сооружение. Ирод, ты его построил. Но потом, он сам тоже, как говорится, не меценат и думиянин, иностранец, он повесил на иудейский народ ипотеку. То есть за этот храм нужно было платить. И платили храмовый налог. Ну, и, естественно, начали образовываться то, что мы сегодня называем в современной прессе коррупционные схемы. Коррупционная схема основывалась на стихе из книги Левитт, первая глава, о том, что Агнец должен быть непорочным, совершенным. Что делалось, согласно Торе? Когда человек должен был приносить в жертву Агнеца, особенно в жертву за грех, так он должен был брать свое животное и нести в храм. Ну, если дорога далека, авторозаконие 14 глава говорит, то обменяй на серебро, пледи на то место, которое Бог изберет, чтобы имени Его пребывать там, и там приобрети овец или волов. Но не тут-то было. Если бы вы попробовали во времена первого века нашей эры принести свое животное, то оно должно пройти инспекцию было. И инспекция была очень тщательна. Залянули бы под нос, и за губу, и на язык, и уверяю вас, как хороший гаишник, который всегда ищет и находит, инспекторы Саддукеи находили и выбраковывали этих животных, вынуждая человека платить за животных, которые предоставлял храм. И вчера мы говорили о том, что в Вифлееме были пастбища, на которых левицкие молодежь, подростки выращивали овец. Часть из этих овец шла на ежедневные жертвоприношения утром и вечером по два агнца и праздничные и так далее. А остаток излишек этих ягнят он продавался вот на этом рынке, который находился прямо во дворе язычников. Вы понимаете, какая проблема? То есть, мало того, что он продавался за спекулятивную сумму, из которой кроме налогов Ироду делались большие откаты, делалась и вторая накрутка. Дело в том, что обычные деньги в храме не шли, потому что мало ли кто знает, где эта монета была. Может быть, она где-то там была и ходила в обращении в каком-то языческом храме, там что-то покупали и так далее. Поэтому стояли именно вщи, которые меняли на храмовые драхмы. Естественно, не по курсу один к одному. Вы понимаете, почему ученики вспомнили, что написано о ревности, которая снидала. Но вы знаете, этот текст не полностью отражает все мотивы, которыми руководствовался Иисус, очищая храм фактически от саддукейской мафии. Почему я и говорю, что аргумент современного ортодоксального раввина о том, что Иисус делал какой-то вред, он явно несостоятелен. Фарисеи точно так же критиковали саддукеев за то, что они наживались на народе. И Иисус действовал в том же самом русле, в котором действовали и фарисеи в данном случае. Но почему фарисеи воспротивились, мы тоже об этом будем говорить в следующих лекциях. Но я хочу сейчас сфокусировать наше внимание не на фарисейско-саддукейском противостоянии, но на мотивах, которыми руководствовался Иисус. Главном мотиве. Оказывается, Иисусу пришлось за время своего служения дважды очистить храм. Второй раз это делает Иисус, когда это событие происходит в... описано в Евангелии от Матфея, 21 глава. И здесь, Евангелие от Матфея, 21 глава, нам сказано следующее. Я читаю с 12 стиха. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков из камней продающих голубей и говорил им, написано, дом мой наречется домом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. Вы знаете, очень часто многие читатели Евангелия проскакивают этот текст, не находя в нем ничего такого дополнительной информации. Потому что дополнительная информация и крайне важная информация содержится не в тексте Евангелия, а в тексте, который Иисус цитирует. Дело в том, что в то время, вы же понимаете, чернила, сами материалы, пергамент, на котором писались Евангелия, они были очень в большом дефиците. Поэтому, когда автору нужно было что-то цитировать, автор цитирует ключевые слова, ожидая, что человек, который, в общем-то, в то время ходит в синагогу и слушает, как читается Тора, каждый день, каждую субботу, он знает, о чем идет речь. Оказывается, здесь цитата, полная из книги пророка Исаии, 56-я глава. Обратите внимание на полный текст. «И сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения, твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме молитвы моем, всесожжения их будут и жертвы, их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы, и что в Евангелии не прописано? Для всех народа». Вот пока мы все этот текст не прочитаем, мы не поймем то значение, которое вкладывал Иисус, то, чему Он хотел научить. Вы понимаете, Иисус, Он не делает пустых действий в своей жизни, в своем служении. Каждое движение Иисуса – это урок для учеников, для нас тоже. Мы ученики Его, правда? Вот, поэтому нам нужно всегда задавать себе вопрос, какая мотивация? А вот она мотивация. В чем проблема? перед праздником Пасхи на двор язычников собирались все неевреи, которые готовились к обращению. Откуда я это беру? Из книги Исход, 12 глава, которая говорит следующие слова нам, Моисей, в 43-м тексте. Нам сказано, что никакой наплеменник не может и не должен есть Пасху. Но если так, как может спастись иноплеменник? может ли согласно закону Моисееву Торе иноплеменник нееврей спастись? Вы знаете, очень часто многие люди делают, многие христиане делают ошибку, говоря о том, что Ветхий Завет написан только для евреев, и там неевреям делать нечего. Ничего подобного. Обратите внимание. Вот какой закон. Дальше. Не все 48 текст. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли. Вот какой закон звучал. звучал. Вот как решался вопрос спасения Паторя. Если человек, не родившийся от семени Авраама, хотел присоединиться к народу Завета и быть частью Завета Божьего, не проблема. Обрезай всех у себя мужского пола и приступай к совершению Пасхи. Кушай мясо пасхального Агнца. И вы видите, какой-то огромный символизм. Апостол Павел в первом послании Коринфянам 11 глава однозначно говорит, что вот это мясо пасхального Агнца, наша Пасха, это Христос за Кванзанас. То есть, вы видите, в Торе это было символически, но на самом деле никакого изменения нет. То есть, все остается, принципы Божьи, принципы обращения остаются неизменными. И вот Иисус, придя в храм, наблюдает картину, когда в том месте, где должны собраться язычники, чтобы наблюдать за тем, как приносится в жертву пасхальный Агнец, происходит базар в буквальном смысле слова. Препятствие. И вот почему Иисус ликвидирует это препятствие. Потому что Он тем самым показывает главное назначение храма быть домом для всех народов, быть местом поклонения для всех народов, независимо от того, где родился, в какой культуре. Господь хочет привести всех, обратите внимание, и на племенников, которые держатся завета Господом, которые хранят субботу от осквернения, кстати говоря, опять же, часто думают люди о том, что суббота это исключительно для евреев, но здесь мы видим, как Иисус использует этот текст из книги пророка Исаии, явно показывающий универсальность принципов божественного закона. И Иисус отстаивает эти принципы, отстаивает их во время пасхальных праздников. И мы видим, что они имеют эффект. Мы видим, как после этого чуда вера учеников еще более укрепилось. Укрепилось то, что они увидели в Иисусе лидера нового исхода, нового Моисея. Моисея.